Денис приветствую тебя привет всем традиционный эфир для четверга традиционно обсуждаем рынки технически фундаментально рассказываем о самых интересных возможностях и сегодня как мы комментировали наперёд опять же время прошлого эфира сегодняшняя встреча важна потому что сегодня очень важный день на рынке отчет по инфляции переоценить его почти невозможно кто-то скажет что это вообще самый главный индикатор для федрезерва в оценке перспективы национальной монетарной политики и в зависимости от того что мы увидим сегодня по факту по цифрам по основному из потребительских цен хотя я думаю что больше копаться будут в базовой инфляции которая сейчас фильтрует такие волатильные компоненты как продовольственные товары цены на энергоносители то есть другими словами база инфляции это чистая инфляция если вы друзья хотите вместе с нами разобраться вместе с рынком скажем так что происходит с инфляцией в сша что будет дело федрезерва с пациентной ставкой сегодня максимум фокуса внимания на эти запланированные релизы перед тем как собственно перейти к оценке перспективных инструментов напомнить стоит что в таких условиях как сейчас когда ожидается очень серьезный инфоповод нужно не забывать про контроль рисков риск-менеджмент стоп-лоссы небольшие плечи по совокупности всех сделок надеемся то что вам друзья особенно кто давно смотрит следить за нашим контентом это повторяться не нужно поскольку сегодня отчет касается сша я предлагаю денис если у тебя есть что-нибудь интересное по индексу доллара тоже можно будет с твоей стороны подсветить всегда интересно послушайте с точки зрения технического афона что там интересного складывается и я еще предлагаю разобрать рынок нефти если тоже не против если есть какие-нибудь интересные паттерны там уровни и направления тоже было бы здорово услышать твою точку зрения на большее количество инструментов наверное сейчас распыляться все-таки не стоит потому что несмотря на может быть определенную уверенность в том что отдельные активы должны себя показать конкретным образом сегодня все будет зависеть от доллара и доллар локально окажет либо давление либо поддержку при определенном развитии событий на вообще весь перечень финансовых инструментов можем перейти к демонстрации экрана индекс доллара он как раз открыт текущие котировки 102.11 это четырехчасовой таймфрейм и видим то что локально доллар снижается мне конечно же нравится динамика потому что я доллар шарчу но это еще ничего не значит потому что это просто снижение либо локальная реакция на атакой без новостной фон который есть рынок сейчас в ожидании многие вообще не будут ничего предпринимать сегодня для многих тактика в ожидательном характере это самое лучшее решение особенно когда на повестке есть какое-то значимое событие ну я надеюсь то что среди вас есть те кто любит рисковать и если вам импонирует точка зрения которая основана на конкретном фундаментальном фоне я подсвечиваю условия для того чтобы индекс доллара сегодня продолжил снижаться потому что визуализирую что мы увидим снижение базовой базовой это ключевое слово инфляции с 4 8 до 4 7 процентов хотя по прогнозам если мы сейчас посмотрим экономический календарь ожидается показатель собственно так же как и раньше на отметке 4 8 процента так если все-таки мы увидим более низкие значения по базовой инфляции это значит то что федрезерв получит достаточно убедительных сигналов либо еще одно подтверждение что можно завязывать с повышением процентной раздавки поэтому здесь короткая позиция приоритете так и что касается рынка нефти бренд текущей котировки 87 66 нефти ролирует а некоторое время назад мы могли убедиться в том что нефти игнорирует то что происходит с долларом больше фокусируясь на фундаментальном фоне который связан с спросом и предложением и в последние последние дни много новостей о том что страны опек плюс планируют рассмотреть возможность каких-то дополнительных мер как они называют для поддержания стабильности ценовой конъюнтуры цель ну мы знаем что какие меры страны опек могут предпринимать для того чтобы поддержать стабильность это дополнительные снижение отвод под обыч то есть сокращение производства добровольное сокращение как это делает саудская аравия ранее этот регион уже продлил добровольное сокращение производства на 1 миллион баррелей до конца сентября и я почти не сомневаюсь то что когда наступит сентябрь саудская аравия сообщит о том что вот это ограничение производства будет продвину до конца этого года. Уже дефицит, на мой взгляд, очевиден. И вот инвестбанки, за которыми я слежу, Citi, UBS, также часто ориентируясь на точку зрения аналитика Bloomberg, они все отмечают, что дефицит приложения на рынке уже в конце этого месяца превысит 2 миллиона баррелей. Возможно, нефть уже это чувствует, поэтому прет вверх. И при таком тренде 90 долларов за баррель – это вообще вопрос ближайших торговых сессий. Как сделаем 90 долларов, я думаю, что можно будет мыслить амбициознее и ориентироваться уже на 100 долларов за баррель. Не вижу сейчас никаких предпосылок для того, чтобы нефть перешла к развитию нисходящей динамики. Денис, вот на этих двух инструментах я сегодня остановлюсь. Одно слово тебе. Хорошо. Так. Значит, я хочу немножко расширить сегодняшний наш анализ и дополнительно подключить еще евро, потому что индекс доллара все-таки это у нас синтетическая величина из корзины шести валют и 56% из которых занимает как раз доля евро. Вот, поэтому в любом случае у них корреляция очень тесная. И по большому счету, с момента нашего отступа прошлого брифинга особо ничего не поменялось. То есть, евро, да, у нас на самом деле в достаточно жестком флете еще начиная с конца июля. То есть, две недели мы видели вот такие вот внутрифлетовые ситуации, где толком ничего не менялось, за исключением только лишь прошлой пятницы. Дело в том, что в пятницу у нас очень классное, красивое было сделано импульсное перекрытие вверх, причем перекрытие полностью всего сегмента. При этом внизу были залиты хеджи по опционам в недельном контракте. А так как недельный контракт у нас наиболее сильный сейчас, потому что на прошлой неделе в пятницу экспирировались месячные опционные контракты, следовательно, недельные торговались вместо одной в две недели и будут экспирироваться завтра. И здесь как раз вот хеджем заливали прям очень красиво и плюс уровень максимальной по торговке находился еще на 1.09.20, ну если окрубить. В общем, я посчитал, что вполне вероятно будет у нас коррекция цены вниз, упремся где-то плюс-минус в 1.02 маржинальной зонке и от нее отлетим первым. Ну, собственно, поэтому я на 1.09.50 решил купить. Да, идея рисковая, но у меня закладывала сюда мысль, что вот есть такая у нас трендовая нисходящая линия, пробой которой у нас будет дополнительная индикация к тому, что общая вот эта коррекция, я не считаю это полноценным разворотом, я считаю это больше все-таки коррекцией, что эта коррекция вниз будет завершена и дальнейшее движение у нас будет направлено вверх. То есть я на данный момент целью в район 1.11. Вот риск здесь небольшой и сегодня если не будет каких-то сверх неожиданных движений на новостях, то в принципе я думаю, что вполне возможно это движение как раз сверху будет развиваться и попутно вот здесь вот сформируется зонка покупателей. Я ее пока предварительно не черчу, потому что условий для нее пока еще нет, но она может появиться. Если она появится, то в дальнейшем в случае коррекции вниз от нее я буду снова покупать. Ну, это уже будет тема нашей с тобой следующих брифингов, посмотрим, насколько поменяется. Что касается индекса доллара, я точно так же, как и ты, поддерживаю идею того, что у нас нисходящее движение приоритетно. На прошлом брифинге мы с тобой тоже все это детально обсуждали, показывал зону, она абсолютно никак не менялась. Здесь в чем фишка? Сделали локальный ретест. Если посмотреть в сравнении с евро, то по евро здесь чуть-чуть еще не доходило до прошлого минимума, а по индексу доллара чуть ближе подошли, но принципиально это абсолютно ни на что не влияет. И здесь в чем фишка? Я специально поставил уровень, вот это уровень важный, значимый на часовом и четырехчасовым графиком. И если цена сможет полноценно закрепиться в районе приблизительно там 101.75, то появится у нас зона продавцов. Это, кстати, аналогично в зеркальном виде, как зона покупателей по евро. И в дальнейшем основная будет тенденция на развитие нисходящего движения. Поэтому я пока что уцелюсь в район 100.5, то есть без изменений, все точно так же, как и в прошлый раз. Если чуть более детальнее, то приблизительно, это я сейчас схематично показываю, приблизительно вот в таком виде. Вот так это будет или нет, я думаю, мы сегодня максимум завтра уже узнаем. Что касается нефти. По нефти только восходящая тенденция. Здесь нет пока что условий для продаж. Были коррекционные продажи, да. Я даже думаю, что немножко еще ниже попытаются где-то вот сюда добить, там в район 79. Но не смогли фактически просто от нижней границы восходящего канала в сочетании с одной и второй маржиналкой у нас красиво отскочили. Дело в том, что здесь находится у нас как раз очень сильная опционная зона. И я думаю, что текущую как раз таки цена сможет пройти. А вот следующую в районе, это диапазон 85-86. Вот там вот как раз больше доли вероятности нам дадут такую внутреннюю коррекцию. Я пока не готов говорить, насколько она будет глубокой. Для начала эта коррекция в районе где-то 82-83. Потом уже в процессе будем уточнять. Если в целом взять стратегически глобальную картинку, то у нас было очень мощное накопление. Здесь сформировано по нефти внизу. То есть очень длительно накапливали, накапливали. И потом в итоге выстрелили. Обычно подобные выстрелы, они доходят вплоть до верхних границ аж вот сюда. То есть в перспективе могут действительно, как ты уже озвучил цену 90, я ее просто чуть-чуть конкретизирую, могут и на 93,5. И есть здесь промежуточные уровни, но они абсолютно сейчас будут незначимы, потому что цена их практически ни разу не видела. А вот этот диапазон все-таки мы видим как некое вращение. То есть цена получается вращалась в одном диапазоне. И с большей долей вероятности в дальнейшем при подходе снова увидят вот эту область. То есть 92,5-93,5. Но как туда будут идти? Как долго, естественно, через внутренние откаты, коррекции, все эти движения. Так что пока что лучше всего это ловить покупки с коррекцией. А ближайшая коррекция у нас по опционам вот прям очень четко закладывается вот этот диапазон 85-86. Он по опционам, по технике, по маржинальным зонам прям вот максимально сильный. И потом снова вполне себе могут дальше расти. Так что тут я с тобой полностью согласен. Ну, собственно, как и по индексу доллара, объяснил картину, и по евро тоже. Как по мне, все очень логично выглядит. Главное, чтобы рынок с нами тоже был согласен. Все, включи, пожалуйста, звук, потому что, по-моему, не слышно. Я, к сожалению, не слышу. Может быть, это у меня глюк, не знаю. И в ней, если меня было слышно. Всем пока-пока.